Привет, ребята, с вами Soer. Сегодня разговариваем про Prolog и Epilog в функциях. Это стандартные части в дезассемблированных программах, которые идут в начале и в конце функций. Но сразу скажу, что это не какие-то обязательные, стопроцентно встречающиеся куски кода, потому что в результате различных оптимизаций они могут исчезать, появляться, видоизменяться. Но нужно понимать, что, как правило, они встречаются. Очень часто их можно увидеть. И именно поэтому они так важны. То есть узнавать их очень важно. Prolog – это набор из трех команд, но на самом деле их бывает и две. Но тем не менее, Prologом принято считать три команды. В большинстве источников именно три команды считаются Prologами, хотя я встречал варианты, где их было всего две. Так вот, Prolog – это набор из трех команд, которые нужны для того, чтобы подготовить стэк и регистры при вызове функции, для того, чтобы не навредить другим участкам программы. Все дело в том, что локальные перемены хранятся в стэковом кадре. И если мы не будем сохранять значение текущего стэкового кадра и не будем его восстанавливать в конце функции, то можем перезатереть информацию других функций. Поэтому в начале каждой функции выполняется сохранение указателя на базу текущего стэкового кадра. Затем база текущего стэкового кадра меняется на указатель текущего элемента стэка, то есть на текущий элемент стэк. По сути, мы в том месте, где стэк закончился, создаем новый стэковый кадр. И дальше на стэке резервируется количество байт, необходимых для сохранения локальных переменных. И как я уже сказал, вот этой последней команды может не быть. И почему это так, разберемся вот в этом видео. Дальше, после того, как мы выполнили все полезные действия в нашей функции, в конце функции идет стандартный эпилог. Первым шагом восстанавливаем указатель на стэк, затем восстанавливаем базу предыдущего стэкового кадра, ну и возвращаемся из функции. Как правило, в дезассимулированном коде это представлено двумя командами. Не тремя, как вот здесь, а двумя. Поэтому эпилог может выглядеть вот так или вот так. Здесь нужно отметить, что первая команда тоже не обязательно. Если у нас ни ESP, ни EBP не менялся, то смысла их восстанавливать нет. А тут еще важный момент, что это 32-битная архитектура, в 64-битной архитектуре буковка Е заменится на буковку R. Окей, с теорией более-менее должно быть понятно. Переходим к практике. Здесь гораздо интереснее, потому что возникают разные нюансы. Начнем с того, что создадим пример. В нем создадим две функции. Окей, давайте теперь скомпилируем этот пример и посмотрим с помощью радара, что у нас там есть. Начнем с сам фанк. Ну, как я и говорил, здесь пролог состоит всего из двух команд. Эпилог тоже из двух команд, потому что ни RBP, ни RSP никак не менялись. Та же ситуация в функции main. Пролог состоит из двух команд, эпилог состоит из двух команд. Логично предположить, что выделение места произойдет, если мы введем какие-то локальные переменные. Давайте вот здесь введем переменную i при своеме значение 10, и здесь такую же переменную при своеме значение 10. Теперь у нас появились локальные переменные, они должны быть сохранены на стеке. Компилируем код и смотрим, что получилось. Начнем с функции сам фанк. И, как ни странно, вот идут две команды пролога. Никакого выделения кадра на стеке не происходит, под него место не резервируется, а сразу создается 4-байтное смещение от базы стекового кадра, в которой сохраняется наша десятка. 0xA в десятичной системе это и есть десятка. То есть наша десятка сохраняется, а указатель стека и указатель базы никак не меняется. Это странно. Давайте посмотрим, что происходит в функции main. Здесь ситуация иная. Здесь пролог состоит из трех команд, и здесь есть резервирование стекового кадра. Почему это происходит? Почему здесь нету, а здесь есть. И все дело в так называемой красной зоне. Все дело в том, что относительно указателя на текущий элемент стека есть 128 байт после этого указателя, куда гарантированно никакие другие программы ничего не запишут. И таким образом красная зона гарантирует, что мы можем использовать пространство, не боясь, что оно будет кем-то испорчено. Но единственный вариант, когда мы можем перезаписать красную зону, это когда мы сами выполняем какую-то другую функцию. То есть когда мы вызываем другую функцию, то в этой функции, из которой идет вызов, мы не можем гарантировать, что дочерняя функция каким-то образом не изменит красную зону, потому что она может. И в таком случае компилятор, чтобы обезопасить данные локальных переменных, делает резервирование. Но опять же мы видим, что нам необходимо 4 байта, а резервирование сделано на 16 байт. То есть 0x10 в 16-ти личной системе, это 16 байт в десятичной системе. И здесь опять же определено спецификацией, что при резервировании стека выравнивание должно делаться на 16 байт. То есть несмотря на то, что нам нужно 4 байта, выравнивание все равно делается на 16 байт, и самое близкое число получается 16 байт. Окей, давайте проверим, что действительно пролог не дополнен третьей командой, потому что используется красная зона. Для этого скомпилируем программу без поддержки красной зоны. Снова запустим радар, выполним все те же действия. И вот у нас появилось опять выровненное резервирование для локальных переменных, потому что красная зона в данном случае не используется. Окей, давайте посмотрим, что будет, если мы захотим зарезервировать, ну скажем, 4 элемента с типом integer. То есть по сути нам понадобится как раз 16 байт. Как изменится программа? Анализируем, смотрим. У нас появилось резервирование аж 32 байт, и появилась канарейка. Все дело в том, что компилятор увидел небезопасные действия и решил защитить стек. Смотрите видео про стековую канарейку, а я отключу поддержку защиты стека, чтобы она нам не мешала разбираться с красной зоной. Компилирую, анализирую. Опа! Несмотря на то, что мы теперь резервируем 4 значения для типа int, мы все равно укладываемся в выравнивание на 16 байт. Отлично! Ну и понятное дело, что если мы сейчас здесь заменим на пятерку, то 16 байт нам уже не хватит. Снова компилируем, снова запускаем, анализируем. И выравнивание произошло на следующую 16 байтную границу, это 32 байта. То есть 0x20 это 32 байта в десятичной системе. Отлично! То есть таким образом мы увидели, что резервирование выполняется по 16 байтной границе. Мы увидели, что резервирование выполняется в случаях, если мы не используем красную зону. Либо это не делается, если мы вызываем дочерние функции, либо если мы принудительно отключаем красную зону. Окей! И давайте теперь посмотрим на размер красной зоны. Это интересно будет тоже посмотреть. То есть если мы выделим 32 значения с типом integer, это и будет ровно 128 байт. Компилируем, собираем и видим нестандартный совсем проглог. Что произошло? Почему нет команды sub? Вместо этого используется add. Это оптимизация компилятора. Что он делает? Когда он видит, что мы хотим вычесть 128 байт, он наши 128 байт приводит к отрицательному числу в минус 128 байт. Кто не видит здесь отрицательного числа, читайте про представление чисел отрицательных в компьютерах. И так как количество байт необходимых для опт-кодов и для бинарных кодов для сложения с отрицательным числом меньше, чем если бы здесь было вычитание из RSP 128 байт, то компилятор делает такую оптимизацию. Он sub RSP 128 заменяет на add RSP-128. экономит байтики. Ну и, собственно, в этом вся идея. Пролог выглядит иначе, но по смыслу делает ровно то же самое. Интересный просто такой факт, который хорошо бы знать. Окей. Но что будет, если мы скомпилируем данный код с красной зоной? Здесь многие из вас ошибочно думают, что исчезнет эта команда. На самом деле этого не произойдет. Пролог остался из трех команд и из RSP вычитается 8 байт. И вот теперь, внимание, вопрос к вам, дорогие зрители. Напишите в комментариях, почему пролог состоит из трех команд и третья команда – это вычитание 8 байт из RSP. Это очень важный момент. Предлагаю вам разобраться с ним самостоятельно и написать в комментариях. Ну, либо если кто-то знает, напишите. Если уж совсем никто не знает и даже не имеет никаких догадок, кстати, догадки тоже пишите, если будут правильно, я подскажу. Но уж если никто не догадается и не поймет, придется снять отдельное видео и объяснить, почему в данном случае, несмотря на то, что у нас RedZone 128 байт, и вроде мы должны укладываться в них, мы не укладываемся. Появляется вот еще небольшая командочка сам. На этом все. Спасибо, что слушали. С вами был Sawyer. До свидания. До новых встреч.